дамы и господа заказывал три в одном одно из трех уже давно пришло вы видели надеюсь на канале это недостающие два заказа из тех самых три в одном первое это у нас навороченный кабель обещающий большое протекание тока и при этом вот такой вот наворот то есть он повернутый на 90 градусов круто потому что у меня кабель очки постепенно просаживаются и начинают малый ток проводить здесь обещано много будем проверять на аппаратах которые поедают много лепестричество 77 в какую сторону открывать так при этом он такой да значит ищем блок питания соответствующий не то значит у меня нету блока питания соответствующего ладно внизу вон quick charge 3.0 хотя бы уже подойдет надо подключить аппарат который умеет много кушать лепестричество если он еще не зарядился 93 процента бесполезно берем следующий который умеет много кушать надеюсь в нем меньше заряда и еще тут специфика то что такой вот он мало того что повернутый на 90 градусов он еще считай немножко удлиненный должен залезать сквозь бампер сквозь все остальное так питание пошло смотрим по датчику сколько у нас номер восемь порт пятый шестой 18 честно восьмой да нет 1 и 3 а 94 процента но значит придется вам поверить на слово что давайте нет все таки еще одна попытка это потом то проверю за кадром это просто вижу понятно ну вот показать сразу по получении это конечно было бы интересно ну провод в меру упругий хотя и в тряпочной изоляции снаружи идем и смотрим пятый 188 восьмой полтора тоже что ли близко к ста процентам ну-ка тоже 97 но значит потом заперю напишу текстом сколько он может сквозь себя прогонять но нет у меня ни одного разрядившегося гаджета который можно было бы заряжать через этот кабель все остальные заряжаются медленнее нет конечно ткнуть то есть желание палочку в дырочку сейчас еще раз последний кстати заметьте диодик светится говорит о том что только идет 92 ну и все последний гаджет на столе который может быть возьмет много все остальные едят меньше так уйди ну давай уже разродись ты сколько у тебя вообще 100 все до свидания ребята не смогло не подготовился нет у меня ни одного разряженного гаджета которым бы можно было проверить сколько пройдет через этот провод но я позже проверю я от рапорту и как всегда в телеге покажу доказательства ну а на канале просто допишу текстом сколько в него прошло при моих собственных тестах но производитель как вы видели намекает на 7 ампер ну и соответственно следующая посылка тут я до конца жизни похоже затарился насосами блин потому что этот насос уже с переходниками на все что только можно с шлангом можно сказать с ночным режимом но для ноги он очень уж маленький только если ребенка заставить ногами держать насосы при этом качать но это китайская такая версия да то есть вы знаете что вот ногой можно наступить и вот так качать так многие в детстве качали только наши насосы были раза так в четыре наверное больше зато смотрите сразу же нам иголочка для мячика переходничок по моему для матраса и вот это для больших мячей которые там больше человека ростом или почти как человек ростом и это все дело у нас прикручено вот сюда к универсальной насадке на шланг ухты которая при этом сложно снять бы ну ладно значит пределана намертво скажем так или она с другой стороны выкручивается нет значит пределана намертво ну и посмотрим как у нас это происходит на примере иголки то есть как мы будем одевать это все вставляем нажимаем все зажато и работает проверка герметичности сейчас ведь ведь все равно мимо сифонит вот вам и герметичность или надо до упора иголку сажать еще проверяем о иглу надо было сажать до упора все никуда не идет значит наука мне что вот в этом клапане зона прижима далеко дотянется ли туда обычный ниппель вот это вопрос зависит еще от длины ниппеля в велосипедном колесе ну что опять же поживем увидим да кстати подождите а эти дотянутся мне уже интересно ну ка или эти не дотянутся и будут сифонить ну ка не очень даже хорошо держит не зря заказал намного точнее герметичнее чем предыдущий но тот правда был совсем дешевенький это тоже такая штука посерьезней но назвать его ножным как это сделали китайцы я не знаю вот видите да размер моей руки размер этой педали так вот под ногу педаль должна быть обычного наверное вот такого размера чтобы можно было ногой передавить здесь ну только если 25 размером ноги поэтому говорю только если ребенку давать ну ладно в общем то не важно работает очень даже хорошо достаточно и напоминаю это где все меньше 200 рублей у нас в магазине такой насосик будет рублей 600 как минимум все насос в хранение я увольнение всем спасибо спокойной ночи пока 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 все мы не нет и слово это нам не ответ и нам